Большинству берчан известно, что на канализационном коллекторе по улице Ушакова стали часто происходить аварии, так как возраст у него приличный, около полувека. Заместитель главы города Владимир Захаров сообщил, что на уровне областного руководства принято решение о прокладке новой канализационной магистрали. Ветка канализационного коллектора по улице Ушакова проходит почти через весь город. Она несет большую нагрузку, пропуская примерно тысячу кубометров жидкости в час. Это стоки со всей южной и юго-западной частей города, а также из микрорайона и всех домов в центре, стоящих вдоль этой сточной магистрали. В прошлом году два участка длиной около 150 и 300 метров реконструированы, но аварийность остается высокой. Здесь ничего, ничего такого удивительного нету, никто не уверен, что она и дальше будет рушиться, как же все предполагают это. Он у нас идет вплоть до улицы Вокзаля. И он, я так думаю, весь в таком стоянии находится. Заместитель главы администрации Владимир Захаров сообщил, что во время своего визита в Берск губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение министерству ЖКХ и муниципалитету разработать проект и проложить новую канализационную магистраль по улице Первомайской. МУК КБУ делает проект экспериментацию о строительстве резервной нитки коллектора. От камеры гашения на Краснофлотской до улицы Ленина, до той части коллектора, который мы уже поменяли за два года. Значит, там 1350 метров, 600-ка мы проектируем и ориентировочно стоимость работ примерно 200 миллионов. Будем разбивать примерно на 2-3 года. По словам замглавы, после ввода в эксплуатацию новой канализационной ветки появится возможность реанимировать старую трубу на Ушакова. Отключить ее полностью нельзя, так как из-за разности высот около 30% стоков в новый коллектор пустить нельзя. Полную перекладку старой канализации сделать тоже нельзя, не позволяет коридор. При движении стоков примерно минус 70%, его уже можно будет без отключения, на нем делать работы капитального характера. Вставляется труба в трубу, то есть там примерно будет 400-ка закладываться, 400-500 миллиметров, труба полиэтилен будет втаскиваться в старую трубу и пустота будет тампонироваться. Ну то есть вот такой способ без его отключения. Учитывая, что город все более расстраивается, власти считают, что две канализационных магистрали смогут полностью обработать весь увеличивающийся объем стоков.